День Республики У многих жителей Калмыкии вызывает обеспокоенность вопрос о проведении выпускных в дневное время суток в условиях жары. В рамках рекомендации Роспохребнадзора данные мероприятия по выпускному экзамену 11 класса 26 июня перенесены на 19.00, дабы избежать тепловых ударов. Решение принято. Вручение аттестатов для 11 классов состоится 26 июня в 19.00. Хасиков поручил оперативно довести информацию до населения и вовремя реагировать на все запросы. Я понимаю, что для главных районов это новость. Да? С вами обсуждают? Нет? Евгений Васильевич, но это тоже недопустимо. Вы же знали, что решение уже принято, согласованное. До сих пор не связались с главными районами. Информацию вчера вечером полностью сформировали. Подали на подпись внесения изменения в распоряжение по 11.00 классам, по 9.00 классам на основании нашего приказа. Данный приказ был доведен до районов муниципальных образований. По всей видимости, сегодня его должны уже получить и увидеть. Группу сделать временное, оперативное. Включить туда ростный приказок. Чтобы люди уже дали распоряжение и, соответственно, внесли корректив. Готовы к ТЖ-дети, опять же, все очень важно. Тем более, что опять вопрос в том, что идет волна беспокойности со стороны жителей. Это быстрее надо устранить. Быстрее надо здесь работать. Ситуацию с коронавирусом накануне обсудили на совещании с главой республики Бату Хасиковым. Как было озвучено, по сравнению с другими регионами России, у нас довольно высокая доля вакцинированных. Но до коллективного иммунитета на региональном уровне еще далеко. А темпы вакцинации в этом месяце оставляют желать лучшего. Бату Хасиков акцентировал внимание на том, что самое главное сейчас – работа с жителями. Объяснять, общаться с людьми, мотивировать, позаботиться о себе и окружающих и принять вакцину. Тут важны пример и вовлеченность руководителей всех уровней. Уверен, многие хотят узнать о моем личном отношении к вакцинации. Примерно месяц назад сдавал анализ на антитела. Уровень их у меня до сих пор высокий. И прививку мне делать пока что нельзя. Как только он спадет, обязательно вакцинируюсь и сообщу об этом. «Земляки, еще раз обращаясь к вам, только вакцинация остановит пандемию и вернет нас к нормальной жизни. Да, вакцинация не исключает полностью риска заразиться COVID-19, но она защитит вас и ваших близких от тяжелой формы болезни», – подчеркнул руководитель Калмыкии. И, как сообщает региональный Минздрав, за прошедшие сутки в Калмыкии выявлено 37 новых случаев инфицирования COVID-19. В тяжелом состоянии 12 пациентов, из них 5 на ИВЛ. Зарегистрирован один летальный исход. С выздоровлением выписан 21 человек. Госпитализирован в инфекционной больнице 256 жителей республики. В режиме домашней изоляции 911 контактных. К другим темам. С 1 июля в Калмыкии повысятся тарифы на коммунальные услуги. О плановых ежегодных изменениях рассказала руководитель региональной службы по тарифам Светлана Доногрупова в ходе пресс-конференции в Ре-Калмыкии. Так, со второго полугодия для населения на 4,9% поднимется стоимость электроэнергии. Вырастет цена на водоснабжение по республике на 3,2%. В Элисте на 3,3%. Примерно настолько же поднимутся тарифы на отопление и горячую воду. Изменения коснутся водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами на 3,3% и 1,2% соответственно. В случае, если оплата коммунальных услуг составит сумму свыше допустимого индекса 5,4%, предусмотрено средство для компенсации. Для ее получения необходимо обратиться в соцзащиту. По словам Светланы Доногруповой, в соседних регионах прирост тарифов практически не отличается от Калмыкии. Естественно, наши службы не просто утверждают эти тарифы. Мы, естественно, мониторим и соседние регионы. Для справки могу сказать, что тариф на электрическую энергию по соседним регионам, по субъектам Южного федерального округа, прирастает практически в одинаковом проценте. Потому что мы все равно двигаемся по согласным прогнозам социально-экономического развития, которые разрабатывает Минэкономразвитие Российской Федерации. Также предельные уровни устанавливают нам федеральные антимонопольные службы. Поэтому 5% это практически прирост во всей России. Что касается газа. Розничная цена на природный газ, мы анализировали по субъектам нашим соседним. Практически тоже в одном диапазоне. Это до 6 тысяч рублей за тысячу кубических метров газа. Единственное исключение это Волгоград. Волгоградскую область. Там цена почти выходит больше 8 тысяч. Ну, собственно говоря, воду и тепловую энергию трудно сопоставлять. Потому что, сами понимаете, это локальная монополия. И цена даже на территории Калмыкии, она разная. Конечно, цена на воду у нас сравнительно выше, чем в соседних регионах. Но, например, по тепловой энергии мы идем практически на одном уровне. В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу о хищении 300 миллионов рублей, выделенных на прокладку Львакумского водопровода и очистных сооружений. Приговор прозвучал в отношении четырех человек. Организатора преступной группы и ее участников. Бывшего директора управления Калмелия Водхоза и двоих жителей Москвы. Они признаны виновными по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой и в особо крупном размере. Кроме того, бывший руководитель бюджетного учреждения осужден по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд назначил бывшему директору наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в 500 тысяч рублей. Организатор преступления осужден на 9 лет. Остальные члены группы получили по 7 лет лишения свободы. Судом установлено, что период с 2013 по 2016 годы злоумышленники, используя подставные коммерческие организации из других регионов, организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод поселки Южный, объекта «Экибурульский групповой водопровод» с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод республики. Стоимость фактически установленного на объекте оборудования завышалась. Кроме того, несмотря на ненадлежащее выполнение работ, директор учреждения незаконно произвел их оплату, а также не осуществлял должный контроль за строительством. В результате сумма причиненного ущерба составила 300 миллионов рублей. Помимо этого, в мае 2014 года руководитель ФГБУ, используя свое служебное положение с привлечением ресурсов филиала вверенного ему федерального учреждения, в личных целях незаконно организовал строительство охотничьей базы на территории Яшалтинского района республики. Министерство экономики и торговли Калмыкия объявляет о предоставлении субсидий на оплату первого взноса при заключении договора лизинга для местных фирм. Средства предоставляются в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики республики. В частности, это обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство. При этом договор должен быть заключен после 1 января 2020 года с российскими лизинговыми организациями без нарушения сроков оплатежа. Заявки принимаются от юрлиц с 28 июня по 27 июля по адресу город и листа улица Пушкина, 18, кабинет 417. Справки по телефону 407-34. Предметом договора могут быть оборудования для производства и переработки товаров. Также это могут быть сельхоз, техника, транспортные средства, медицинское и торговое оборудование. Размер субсидий рассчитывается исходя из двух параметров. Во-первых, это не более 500 тысяч рублей на создание одного рабочего места, а также размер первоначального платежа по договору лизинга. Более подробная информация размещена на официальном сайте Министерства экономики и торговли Республики Калмыки. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, Зеленой Точке и Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacalm.ru. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова